Пока приказ о мобилизации не отменен, ты на год заключил, а служить будешь, пока либо не помрешь, либо война там не закончится. Если он через три месяца погиб, то он остался должен государству, остаток от этой вот суммы. Ну, с гробовых у жены там, какому, эти деньги заберут. Лишь бы сам не застрелился, и никого соседа не застрелил, вот это ему и учит. Быстро отправляют на мясо, он быстро в мясорубку и там заканчивается. Картинка есть, наверх подали, получили медали. То есть все красота, за исключением солдат, он там как расходник, он погибает. Больше смертей, больше медалей. Чем больше медалей, тем командиру дают медали. Ну, там все сделано так, что командир всегда в шоколаде, а люди просто расходники. Принесли повестку, пошел. Ну, а там, конечно, не сразу так, что пошел. Пошантажировали малость, там, то это, пятое, десятое. Ну, пошел. У меня жена военнообязанная. Когда пришел к КМК разговаривать, у него на столе личное дело лежит еще и помимо моего личное дело жены. То есть слух никто ничего не говорил, но намек был такой, сильно прозрачный, его трудно было не заметить. Я же понимаю, что мне, я же иду в армию, если я иду в армию по повестке, то мне сильно не доверяют. Вот, я так в голове быстро включил, что, ну, я все равно туда попаду. Ну, туда, если попадешь мобилизованный, у тебя буковка М будет там в личном деле стоять и во всех документах. То есть тебе уже доверие такое, что тебе все понимают, что тебя насильно в армию призвали. А когда идешь по контракту, ты как контрактник, доброволец, тебе уже доверие больше. У тебя буковка К стоит, к тебе уже отношение везде другое. Я понимаю это. Ну, я говорю, ну, все равно. Ну, поэтому, говорю, давайте контракт заключим, прям там же военкомом на месте. Он говорит, ну, окей, еще лучше, типа, нам добровольцы для, как это, для статистики, для пропаганды. Потому что добровольцы нужны. Вот так вот мобилизованные становятся добровольцы. Ну, те, кто понимает, что разницы нету, мобилизованный ты, контрактник ты. Но если тебя тянут в армию, как мобилизованный, то лучше заключить контракт, тебе будет больше доверия, у тебя будет больше свободы. На тот момент, когда я заключал контракт, добровольно мобилизованным был, ставка была 200 тысяч. Ты приходишь, заключаешь контракт, при заключении контракта тебе дают 200 тысяч, ты даешь расписку, контракт ты заключаешь на год. Ну, это условно говоря, там, на год. Потому что контракты же, они, пока приказ о мобилизации не отменен, ты на год заключил, служить будешь, пока либо не помрешь, либо война, там, это не закончится, либо, там, Путин не умер. Ну, ладно, ты на год заключил, тебе эти 200 тысяч дает, 200 тысяч этих за тебя, там, ежемесячно, как бы, сплачивает государство, самому себе государство. Ну, тогда было, я так понимаю, больше добровольцев, либо желающих пойти на контракт, либо таких, как я, которые по повестке, по мобилизационной вызывали. Потом стало людей меньше, и цены их начали поднимать. Сейчас, да, я там, слышал, и полтора, и два, и три, и пять миллионов. Ну, эти деньги, опять так же, на величину контракта делятся, и человек, это деньги государство за него сплачивает. Если он через три месяца погиб, то он остался должен государству, остаток от этой вот суммы. Ну, с гробовых у жены там потом эти деньги заберут. Тебе дают, допустим, миллион условный, миллион двести, чтобы считать было легче. Вот, миллион двести тебе дают при заключении контракта, и ты заключаешь контракт условно на год. То есть ты по сто тысяч ежемесячно государству должен вернуть эти деньги. Но государство ты не возвращаешь, оно как бы за тебя, само тебя списывает. Но если ты заключил на пять миллионов, там первоначальная ставка, как сейчас там в Питере, где-то в Москве, я не знаю, эти суммы. То есть эту сумму, опять же таки, по расписке, по этой делят на двенадцать месяцев, ну, или посмотря, сколько ты контракт заключил, так же государство сплачивает. Если ты получил пять миллионов, ну, через два месяца погиб, остатки этих денег у тебя забирают с гробовых, сколько ты там не платили. Расписку эту пишут все те, кто подписывает контракт. Там хитро сделано. Сначала лежит, что прошу выдать мне эти деньги, следующая бумажка я обязуюсь вернуть в случае, если я расторгну контракт раньше, ну, либо со смертью, либо что-то там еще. Вот. И потом уже непосредственно идет контракт. То есть сначала дают, показали, что тебе дают деньги, потом ты за эти деньги расписываешься, а потом ты уже пишешь контракт, и все это закрутилось, завертелось. То есть хитрая схема такая. И не каждый даже, я так понимаю, что из российских военных это понимает, как это работает. Честно сказать, не готовят никого. Там просто всех в одно помещение собирают, офицеры, солдаты, неважно. И проходят обычную. Ну, как. Лишь бы сам не застрелился, и никого соседа не застрелил. Вот этому и учат. Просто вот, чтобы ты знал, где предохранитель, как минимум. От этого и начинается. Ну, и вся подготовка, в принципе. Две недели они обучились, и они полетели там куда-то воевать, там пошли воевать. Ну, есть люди, которые всю жизнь в армии пробыли. Все, конечно, попрофессиональнее, их лучше готовят, на них тратят больше ресурсов. Но если командир видит, что ресурсы, ну, незачем в человека тратить, вкладывать, как говорится. Его быстро отправляют на мясо, он быстро в мясорубку, и там заканчивается. Те, кто поумнее и посообразительнее, их, конечно, ставят на более продвинутые должности. Там они обучаются. Получаются профессионалы, по сути. То есть армия, нельзя сказать, что она однозначно либо плохая, либо хорошая. Там есть спецподразделения, есть более-менее простые, есть эти зэтники или вишники, как сейчас по-новому-то я уже. Ну, вот. То бишь разнородное, разнообразное. Есть профессионалы, есть непрофессионалы. Ну, большой проблемой для российской армии, у них нет нормальных командиров. И поэтому даже если человек профессионал, рядовой, то он так же погибнет, как и все остальные, потому что у него командир не соображает. А командиры выбили еще в начале. Сейчас командиры тоже, они с улицы, они не понимают, как воевать. Ну, проблем-то много, естественно. Она была бы профессиональной, если бы хотели. Ну, хотеть там некому. С тех пор, как я попал в Легион, я без остановки чему-то учусь. Один полигон, второй полигон, одна специализация, другая специализация. И без остановки чему-то ты учишься, и пока ты не достигнешь какого-то там мастерства, пока не сдашь экзамен, ты не попадешь на войну. Российская армия там не важно, там просто две недели, и ты готовый, и все. Вот разница вся. То есть здесь тебя на полигоне ушатают, но подготовят. Нежели там две недели галочку поставили, что у тебя подготовка есть, печать военный билет и... Ну, вот вышла группа, человек 20, 15 минут практически всей нет. Там первые трехсотые, первые двухсотые, остальные уже не воюют, они отходят. И командир наш дает команду нашей артиллерии, чтобы те, кто отступает, они их раздолбали. То есть если штурм не удался, оттуда лучше никто не выйдет, чем кто-то выйдет. Ну, редко кто-то бывало выходили, крайне редко. Забирать трехсотых тоже не принято, поэтому, ну, пять-десять минут. Это с учетом дороги. То есть им еще надо дойти до того места, где они будут воевать. А там, где воевать, там, да, там минут, наверное, 40, когда прямой бой, там сразу оканчивается все. Трехсотые, во-первых, если он сам выйдет оттуда, то он, возможно, его потом дальше спасут. Вот у меня лично в моем подразделении был случай, человеку оторвало ногу. Ну, она нажила сухожилиях, у него болталось, бисело, позывной не буду говорить. Вот, он сам себе там жгут этот накрутил, ножом отрезал сухожилия. И по радиостанции говорит, ну, типа, не пизда. Вот, а все говорят, ну, молодец, вылазь, мы нахер туда не пойдем. Там еще непонятно было, кто его затрехсотил, там вместе с ним командир его погиб. То ли наша артиллерия их долбанула, то ли наша, имею в виду, я когда там был. Вот, или украинская, там было непонятно, кто их. Ну, не суть. В общем, его спасать все боятся, командир его там на куски порванный, он там лежит без ноги в этой воронке, в какой-то яме там лежал. Ну, мы с коптера так смотрели. Вот, ну, сам выйдешь, значит выйдешь. Ну, сколько он? Через 6 часов он там посерел, а сам ползком там с одной ногой добрался там до окопа, и там метр три уже пацаны в окоп спустили и вывезли. Ну, общей сложности от момента ранения до того, как я его отвез на стабик, это прошло, ну, минимум 9 часов, минимум. Там даже, возможно, больше. Все приключилось до обеда, а я его уже по ночи привез, ну, там много часов. То есть, если бы он сам не вышел оттуда, то он, в принципе, никому не нужен, потому что его спасать и тоже погибать. У нас, в принципе, так все команды, которые эвакуационные, они так и погибли. Потому что их же тоже отправляют, ну, не на штурм, а эвакуируют, не продумав ничего. Там же думать некому, там надо просто достать. А эвакуационная группа идет, достает людей, она погибает, люди посмертно опять же получают медали. А если они получают медали, то и командир мой получает медали. То есть, всем все выгодно, люди погибли, геройские, пытались достать своих, картинка есть, наверх подали, получили медали. То есть, все красота, за исключением, ну, солдат, он там как расходник, он погибает. Мой начальник штаба, вместе с водителем, когда под минометный обстрел попал, ну, там что-то и ноги посекло, продырявило. Там, да, там все было бы экстренно, быстро, там вся связь оповещена. Если полковник, то полковника достают быстро, ну, если успеют. Вот, его мгновенно, через два часа он уже на вертолете, по-моему, улетел в Луганск. Там что-то было, там мгновенно произошло. Вот, а если солдат, то нет, солдат им никому не нужен. Ну, и такие же солдаты, как он, они вчера познакомились на КМБ, две недели провели. Ну, кто кого там будет спасать, кому не нафиг нужны. Ну, какие решения? Непрофессиональный командир, он не ценит людей, в первую очередь. Для него люди это такой же расходный материал, как патроны, допустим. А другой непрофессиональный командир, ему их дает постоянно свежих. То есть, и не тот не ценит, не этот не ценит. И им все равно, у них задача стоит, они как бы задачу выполняют. Ну, пусть люди гибнут, там, в большом количестве, то не суть. Главное, они выполняют ту задачу, которую им сказали. Не всегда удачно, не всегда хорошо, но они хотя бы пытаются, картинку с коптера снимают, что люди в них постоянно воюют. Этот отчет идет наверх, и все считают, что армия вроде как и воюет. Ну, то есть, профессионалы, они так не поступают. Они для начала людей попытаются обучить, чтобы люди нормально, потом подготовятся и все остальное. Вот, допустим, я сталкивался с тем, что на реконсировку некого посылать, потому что молодые, новые, свежепришедшие офицеры, они даже не понимают, что это. Я когда сказал, то надо же на реконсировку поехать, там, они не понимают это слово. То есть, как если они не понимают таких, ну, банальности, они просто не смогут какие-то правильные команды, ну, там, все же зависит, ну, как от боя, обстановка, они не смогут в этом ориентироваться, не зная вот этих обычных, банальных, там, каких-то вещей. Поэтому так все у них и происходит. Чтобы стать командиром российской армии, там людское нужно просто отключить, если снизу подниматься. Если ты будешь по-человечески, то, ну, не ты там не выживешь, ну, я не знаю. Там просто как, человеком среди вот этой всей команды, там, ну, одному не быть. Непрофессионалы, что непосредственно те, кто отправляют на бой, ну, прямой приказ и дают непрофессионалы, те, кто у них эти получают отчеты, результаты, и которые тоже, ну, там, то есть непрофессионалы же не только на низу, они и наверху там существуют, которые привыкли бабки в армии воровать, а тут воевать надо, они не умеют. Вот. Эти снимают картинку, что, типа, они пытаются, тем передают, говорят, ну, мы пытались, но не получилось. Вот. Чем чаще пытаются, тем больше смертей. Больше смертей, больше медалей. Чем больше медалей, тем командиру дают медали. Ну, там все сделано так, что командир всегда в шоколаде, а люди просто расходники. Тоже все по-разному, если те люди, которые давно служат, и они коллективом работают, у них атмосфера какая, они на подъеме, у них бой, они там как-то готовятся. Те, где я служил, там очень много было мобилизованных, ну, либо добровольцев, в таких кавычках, которые там всю жизнь, не знаю, чем они занимались, тут они пришли в армию, они тут, типа, военные. У них подъем существует до момента, пока они приезжают, вот, в какую-то разруху приехали, они уже видят последствия войны. Там они начинают понимать, что тут какая-то фигня, тут что-то летает, там что-то падает, здесь что-то под ногами валяется, может взорваться. И настрой автоматически, ну, у них сразу мгновенно падает. Они неподготовленные, кстати, это большая часть людей. Вот. И морально они сразу там мгновенно падают. Но обратно они пойти не могут, я даже не знаю. Я боюсь кого-то задеть. Ну, то ли два. Крабская это что-то. Они понимают, что они идут на смерть, но они все равно туда идут. Они понимают, что они не выйдут, но они все равно туда пойдут. Я не знаю, что ими до конца движет, но я просто не могу это понять, у меня не укладывается. А что будет, если отказаться? Ну, подразделения, опять же, разные. Ну, в моем подразделении отказаться идти в бой, ну, не убьют там, убьют здесь. А там есть шанс, они, как думают, что можно выбить, выжить, идя, ну, там, в бой, в наступление. А здесь шансов выжить нету, потому что тебя свои командиры и закончат весь путь-то боевой. А потом еще сделают без вести пропавшим на несколько лет, и семья им ничего не получит. Ну, как бы все это знают, поэтому все идут. Их же в России, само российское общество, большинство из тех, кого призывают в армию, оно, как это, лохи, я не знаю, как это называется, ну, гнобит. А здесь у них есть оружие в руках, здесь у них немного свободы, и здесь им можно больше, чем где бы то ни было. Но это касаемо, если там какие-то районы легко заходят, это я не беру боевые такие прям места. Вот как вначале они заходили, почему они насиловали и всем прочим занимались, потому что они получили свободу, они, может быть, впервые в жизни себя не рабами ощутили, ну, вот, на основе, то есть они, когда их унижали всю жизнь, а тут возможность есть им кого-то унизить, они этой возможностью пользуются, ну, у них в голове это так, ну, я так считаю.